Геополитическое дитя. Рождение нового человека. В Брюсселе на штаб-квартире НАТО висит картина Сальвадора Дали, на которой изображено следующее. Геополитическое дитя смотрит на рождение нового человека. Эта картина символическая, она имеет значение для руководства НАТО и не только НАТО, в противном случае она не висела бы там. На картине изображено яйцо, из которого вылупляется новый человек, а на самом яйце изображен рельеф земли. Геополитика, с одной стороны, есть метафизика, с другой стороны, учение о международных отношениях. На картине видно, что рождается новый человек, и та сторона, откуда он вылупляется, есть Северная Америка, то есть так называемый новый мир, новое общество. Это и есть мир Запада. Высунутая рука нового человека лежит на Великобритании, нога же его упирается на Индию. С точки зрения геополитики, это и есть основные опорные точки Северной Америки, океанная мощь, которая исходит из Британской империи, она является непосредственным ее наследником. На картине изображена фигура Гермафродита. Указательный палец кулака левой руки указывает на Кавказ, в частности Грузию. Сам кулак имеет образ искривленного в улыбке лицо дьявола. На левой руке большой перстень, знак помазания. Гермафродит рожеволосый. Тень его протянутой руки не видна, видна только тень тела, невидимая рука. У ног сидит геополитическое дитя. У так называемого дитя телосложение напоминает форму взрослого мускулистого мужчины-семита. Его тень не соответствует его форме. На задней части правой ноги вписано лицо с бородой, которое напоминает Иисуса Христа. На переднем плане, где находятся Гермафродит и дитя, надо полагать, представлен восток, а на противоположной стороне – запад. На западной стороне беседуют двое, на одном из них – шапка звездочета. Предположительно, он является жрецом новой эпохи технократии и поклонения финансам. На восточной стороне хорошо виден светящийся столб, изображающий солнце. Над яйцом нависает матерчатый зонт, состоящий из 13 кусков, пародирующий Спасителя и его 12 апостолов в пародирующей форме. Первоначально в НАТО объединились 13 государств. Отсюда следует, что рождающемуся новому человеку покровительствуют объединенные силы НАТО. Новому геополитическому мировому порядку созданию нового человека противостоит Кавказ. На Кавказе кроется мистическая тайная мудрость, мораль, то есть то, что в свое время искали артонавты. Активную позицию занимает на Кавказе Грузия и Верье. Здесь следует вспомнить хвалу и величие грузинского языка Иоанна Зосима, который предзнаменует свершение страшного суда над человечеством при втором пришествии на языке древних иберов, проживающих на Кавказе, то есть грузинским народом. То же самое можно сказать и о Филадельфийской церкви Апокалипсис 73. Первое рождение Христа осуществилось там, где человечество находилось в наиболее тяжелом положении. Вторичный Христос не родится, а придет, будет второе пришествие. Тот, кто, как показано на картине, рождается из яйца, явно представляет антихриста. То есть дважды Христос не может родиться, в одно и то же русло река дважды не входит. Новый человек рождается в Соединенных Штатах Америки, где граждане не имеют национальности. С одной стороны Кавказ, в частности Грузия, есть родина белой расы, а ее законный наследник грузинский народ. С другой стороны Кавказ является геополитическим центром Афро-Евразии. Но вот кто противостоит рождению антихриста, что и представил Звиад Гамсахолде о своем труде, о духовной миссии грузинского народа, расшифровав смысл хвалы и величия Йоанна Зосима. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok